Приветствую вас. Как мне видится, основная сложность, трудность заключается в том, что вам очень нужны отношения, как меня видится. Основная сложность заключается в том, что вы очень нуждаетесь в отношениях. «Молная сложность» заключается в том, что вы хотите отношения, «Молная сложность» заключается в том, что вы хотите в 21 год, а уже семью, ребёнка, вот, и почему-то вас волнуют родители. То есть, ну, вас волнуют, кто там, с кем познакомится и так далее. Скажу сразу, что в 21 год жениться и рожать детей, ну, достаточно рано. Потому что вы сами ещё не сформировались как личность, вы сами ещё не сформировались как индивид. Вот, и ребёнок от вас, соответственно, не сможет получить всего того, что ему необходимо. Поэтому, конечно, хотелось бы спросить у вас откуда, откуда такое желание семьи? Почему вы хотите, ну, семью? По какой ещё причине вы хотите семью? Почему она вам так важна? Вот. Это важно. Это важно. Это необходимо, необходимо с этим разобрать. необходимо понять вам для себя данный аспект. Потому что это влияет на вас определенно, да, это влияет на ваше поведение. Вот. Это влияет на то, что вы, к примеру, ругаетесь. Вот. Очень, как я понял, сильно. Вот. Но при этом не берёте ответственности. Вот. При этом вы не берёте ответственности за свой спор, ну, за свою, за свои ссоры. Вот. Ага. Вы не берёте ответственности за это. Хотя, ну, как бы, очень желательно, чтобы этот процесс, значит, уже имел место быть, вот, потому что это важно. А второе, что вы, на мой взгляд, делаете ошибочно, это то, что пытаетесь понять человек, тогда как понимать вам нужно себя. Для, то есть, ээээ, для чего мне всё вот это, то есть, для чего мне, ээээ, отношение с ним. Почему я, ээээ, соглашаюсь на такое к себе отношение. Вот. Почему я, ээээ, соглашаюсь на такие отношения, в принципе, с, ээээ, ну, с мужчинами, да? Это очень важно. То есть, очень важно увидеть, ээээ, какую цель вы преследуете. Ээээ, желательно бы это понять. Потому что это важно. Для вас. Важно. Вот. Если говорить о вас, то желательно скрыть, что стоит за потребностью в отношениях и семьи. То есть, почему вас это так волнует, почему вы так хотите, эээ, ну, отношений и семьи. Ого. Вот. То есть, откуда у вас эта, эээ, потребность появилась. С чем она, эта, потребность связана. Вот. И, соответственно, более корректно выражать ее, эту самую потребность. Если мы говорим о мужчине, то этот человек, который боится ответственности, он, в общем-то, не прекращал ее никогда. Боятся. Вот. И, эээ, что-то ему удалось убедить вас, то, что вы, ну, то, что вы ему поверили. Да. Это, эээ, скорее вопрос к вам. Почему вы ему поверили, эээ, как так получилось, что вы ему поверили и так далее. Это очень важный, эээ, тоже момент, эээ, на который вам следует, эээ, обратить свое внимание. Вот. Далее вы пишете, как правильно поступить, эээ, чтобы что. То есть, какая цель. Пока-то вы приводите впечатление человека, который не живет для себя, который живет для других людей. И пока ситуация будет происходить так, пока вы и ваши интересы будут зависеть от других людей. Ну, я думаю, что подобная позиция будет повторяться и подобные ситуации, в том числе и с мужчинами, эээ, тоже будут снова и снова повторяться. Вот. Потому что, эээ, вы не цените себя. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Вот. Значит, давайте немножко разберем ваш, эээ, текст, сейчас. Эээ, так, эээ, значит, МИ-21, мы по МИ-31, он разведен. Эээ, соответственно, развод был из-за чего-то. Ну, необходим это из-за чего-то. Развод. Потому что, эээ, то, что привело к разводу, может, может привести и, эээ, к проблемам в отношении между вами. Далее. Обратите внимание, это вы начинаете с возраста. Эээ, разница в возрасте у вас достаточно большая. Как правило, это связано с проблемами в детско-родительских отношениях. Сейчас вы выбираете себя от, эээ, такого мужчину, который отражал бы, эээ, к примеру, ээээ, вашего отца. Или, ну, фигурация. Эээ, вот. Эээ, так, в этот момент, тоже желательно разобраться и скорректировать, какие у вас все, эээ, к мужчине, как вы его видите, как вы его воспринимаете. Вот, почти три года вместе. Все, значит, встречаться вы с ним еще раньше, когда, когда вам было, соответственно, наслед. Какой-то лет у меня была замерзшая беременность. Ребенку он этого не хотел. Все время отмечал, говорил, что не готов, что он не потянет. Я все-таки убеждал, что буду рядом, чтобы все мы смотрим. А зачем? Зачем? Зачем вы объясняли? А если человек не хочет, как бы, ну, зачем? Ну, и, ну, оставили. Для чего? Тем более, если год назад вам было всего 20 лет. Зачем 20 лет рожать ребенку? То есть, куда такая спечка? Твердился, кроме мамы, он никому не нужен. Ну, здесь он, с одной стороны, его зависимость от мамы, с другой стороны, некая его травмированность какими-то событиями, плюс неверенность в себя. Деньги у него есть, работа, хорошая должность, машина, своя квартира. К чему? К чему это все? На восприятие человека у себя самого это никак не влияет. Потом, вроде бы, смогло, он запринял беременность, но ребеночек и стал развиваться. Чем это связано? Тогда я не расслабился, и потом, наверное, просто испугался ответственности. А это не повод для расслабления, по-вашему? Давайте здесь вот более глубже копнем, почему вы не расслабились. Полгода назад заявил, что рад моей беременности, будет рад моя беременность, и хочет с ней у детей быть со мной. Опять же, не очень понятно, что вас связывает между собой, что у вас общего. Распитимся, родители, поднакомим, якобы начнем жить вместе. Опять же, не понятно, что вас связывает, что вас объединяет, какие у вас чувства друг к другу, какие у вас отношения друг к другу. Причем здесь вообще родители. Дальше, лечение я прошла, и опять же беременела. Ну, для чего, опять же, для чего? До брака. Ну, вот уже двадцать неделей. Говорит, что расписаться пока не хочет. Родителям, когда захожу туда и познакомлюсь, говорит, меня не знакомят. Мы еще ругаемся по этому поводу. Почему это для вас согласен, что вы ругаетесь? Именно вы. Мои родители его уже ненавидят. Причем здесь родители? Часто у него ночью, но нет еще ничего. Для чего вы соглашаетесь у него ночевать? Я не понимаю, как бы такое поведение этого человека? Взрываемся на голову, и горы стырнутся, а в итоге просто ничего. Вы чересчур полагаетесь на мужчину. Опять же, возможно, видя в нем отца. То есть, вам необходимо больше ориентироваться на себя, в себе. Увидеть те силы и те ресурсы, которые позволят вам идти по жизни. Не только в ключе семейных ценностей, не только в этом ключе. Как правильно поступить, чтобы что? Как понять, чего он хочет? Никак, потому что человек, возможно, сам не до конца понимает, с чего именно он хочет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.